Чем сильнее усилие этого моторчика, тем твёрже дерево. Этот пока единственный в Перми прибор – резистограф. Он помогает экологам выявить незаметные с виду повреждения дерева и определить его прочность. Электроинструмент пробуривает древесину, а затем выдаёт диаграмму, которая показывает, где конкретно есть полости. Раньше визуально определилось санитарное состояние древостоя. Также древесные буры использовались. Но древесные буры наносят больше здоровья дерева, потому что само отверстие от бура значительно больше, нежели отверстие от сверла, которое составляет всего 1 мм. Объектом исследования может быть не только живая древесина. Прибор позволяет проверять также брёвна и брусья, используемые при строительстве. То, что эксперты делают с деревьями, можно определить в рамках медицинской терминологии. Сначала у дерева происходит забор анализов, на основе которых ставится диагноз. И уже после выписывается необходимое лечение. Ещё один из приборов, позволяющий поставить точный диагноз – импульсный томограф. На ствол крепятся датчики. Информация передаётся на компьютер, на мониторе которого появляется своеобразный рентген-снимок. Мы задаём импульс на каждый датчик. И от этого датчика импульсы ловятся соседними всеми датчиками, которые висят на дереве. И после прохождения всего круга мы можем увидеть полную картину прохождения звука внутри этого дерева. Если звук вязнет в тревесине, значит, опять же, есть какие-то проблемы. С помощью импульсного томографа можно даже определить направление возможного падения дерева. Эти данные помогут коммунальщикам своевременно ликвидировать предполагаемую угрозу. Если, конечно, те захотят сотрудничать с учёными. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Телевизионная служба новостей.